Мы уже рассказывали в новостных выпусках о проходящих в нашем районе расширенных сессиях советов, на которых главы поселения отчитываются перед депутатами и жителями о своей работе и деятельности администрации поселений за минувший год. Наш сегодняшний репортаж об этом важном мероприятии, которое состоялось в поселке Забойском. На расширенной сессии глава Забойского сельского поселения Александр Крудько доложил об итогах работы за 2018 год. Он рассказал, как бюджет поселения, который составил 24 миллиона 900 тысяч рублей, был израсходован на исполнение полномочий местной властью, обеспечивался санитарный порядок, асфальтировались и грейдировались дороги, заменялись старые водопроводные сети, благоустраивались поселок Забойский и хутора Солодковский и Деревянковка. Поселение постоянно старается участвовать в краевых целевых программах, что дает хорошие дополнительные средства на решение важных вопросов. Забойское поселение участвовало в краевых целевых программах на условиях софинансирования. Первая программа – это развитие сети автомобильных дорог. Мы наложили две улицы – это улицу Победы и улицу Центральную. В планах местной власти решить проблему с качеством питьевой воды и в поселке Забойском, установив здесь новую водонапорную башню в числе приоритетов и улучшения уличного освещения. Глава Славянского района Роман Синеговский рассказал собравшимся об основных итогах социального и экономического развития района за прошлый год. Большинство бюджетных средств вложено в социальную сферу – образование, спорт, культуру, здравоохранение. По государственной программе завершено строительство школы в районном центре. Но это еще далеко не все. Построили физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Анастасиевской. Буквально на днях мы его планируем запустить стоимостью порядка 40 миллионов рублей. В современную спортивную площадку в школе номер 16 построили дом для детей-сирот. 16 человек наших детей мы обеспечили новыми квартирами по 33 квадратных метра. В Кутаре-Коржевском сделан капитальный ремонт детского сада. Это помощь Ивана Ивановича Демченко. Спасибо ему за это. В станице Петровской в школе номер 9 капитально отремонтировали спортзал. А за последние 5 лет мы отремонтировали 27 спортивных залов, в том числе и в вашей школе. Кроме того, приобретены 8 новых автобусов для подвоза учащихся. Есть много изменений к лучшему в районном здравоохранении. Можно назвать завершение капитального ремонта детской поликлиники и старого корпуса Петровской участковой больницы, приобретение новых машин скорой помощи. Заработал современный рентген-аппарат в приемном покое центральной районной больницы. И все это и многое другое делается, чтобы жизнь славянцев стала более удобной и благополучной. Затем прозвучали вопросы из зала о том, что волнует жителей. Спрашивали в том числе о ремонте дорог. Почему после дождя ни одного грейдера никогда не видели? После дождя самый резарь, самая дорога будет делаться, а его не видно. Щепень будет прогридирована. Тут хорошая дорога. Что касается того, что там летом, но летом мы никогда не гребли. Вот, никогда не гребли. Значит, осенью, осенью и весной мы делаем регридирование дороги. Интересовало жителей и транспортное сообщение. Поселение с районным центром. Со славянский едет, оно с одной стороны места и с другой стороны места. И все, нету, чтобы по два места было. Последний раз вот это автобусы такие ходят. Ответил на вопрос заместитель главы славянского района Александр Бельдиев. Он сказал, что на автобусах межпоселенческих маршрутов как раз и предусмотрены, помимо сидячек, и стоячие места для пассажиров. Эти автобусы и предназначены, в том числе и для стоячего проезда. То есть здесь нарушений никаких нет. Заданные жителям актуальные вопросы для решения были поставлены главой района на контроль. Депутаты оценили работу главы Александра Крудько и администрации в Забойском сельском поселении удовлетворительно. В целом, жители довольны уровнем благоустройства. По улице Победы и улицу Центральную. По улице Победы вдоль многоквартирных домов по обе стороны сделали еще тротуары. Заасфальтировали территорию рынка. Кстати, здесь и дорога регионального значения улица Красная как раз была отремонтирована. Спасибо губернатору нашему за программы созданные, существующие, которые мы можем вступать и ремонтировать дороги. Водопровод меняем по улице Красной. В поселении и в нынешнем году планируют продолжать работы по благоустройству, опираясь на поддержку районных и краевых властей. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует...